Всем привет, мои золотые! И сегодня мы с вами добрались до года 9, личного года 9. Год 9 – это планета Марс, это уже говорит о многом. Год 9 подытоживает нам все предыдущие года, и после прохождения года 9 снова наступает год 1, как будто с чистого листа. И это непростые слова. Год 9 он похож по своему состоянию и по своему посылу, тому, чему он нас будет обучать, на год 7, на год отработки кармы. Но здесь все будет немножко по-другому. Что значит подвести итог? Это значит собрать урожай. И урожай это может быть разным и выражаться в разном. То есть если мы были молодцы, красавчики, если мы трудились, старались, если мы над собой работали, если мы старались больше быть в позитиве, тогда нам придут дары в виде бонусов, в виде подарков, в виде результатов. Если же что-то иногда шло не так, а все мы люди, и у нас у всех иногда что-то идет не так, тогда год 9 будет нас трансформировать для того, чтобы мы были готовы чистенькими, красивенькими, так сказать, вымытыми зайти в год 1. Потому что год 1 стратегически важен, он самый важный. И поэтому год 9, он как бы проводит такую спецподготовку для того, чтобы экспресс-методом быстро все решить за этот год и красиво зайти в год 1. Итак, как это будет происходить? В год 9 человека трансформируют за счет того, что чистят его окружение, чистят его самого мысли, чувства, отношения, а также бизнес, проекты и все, что связано с работой. В общем, все сферы задействованы. Все, что держалось уже еле-еле и уже даже не держалось ни на суперклей, ни на скотч, никак, а просто вот как-то ехало, это все должно отвалиться. Все, что уже выполнило свою функцию и больше не несет для нас никакой созидательной истории, тоже должно отвалиться. Все отношения, все процессы, все бизнесы, все проекты, все люди, которые уже выполнили свою какую-то миссию, важную для нас, для нашей души, для нашего роста, они тоже будут уходить. И вот здесь важно добровольно расставаться с этими вещами, хотя они нам будут казаться сложными, иногда даже болезненными, потому что если мы не будем это делать добровольно, нас все равно настоятельно попросят это сделать. В минусе, в жестком минусе, это будет выглядеть как паранойя, как огромное количество страхов у человека в этот год, огромное количество иллюзий и чрезмерной эмоциональности. Мы будем и любить, и ненавидеть. Мы будем принимать резкие решения и потом их возвращать. Мы будем требовать от людей реакции, которые нам кажутся правильными, нам кажутся адекватными. Мы будем требовать от людей благодарность. В общем, вспоминаем девяточку в минусе. И вот это состояние сознания трехмесячного ребенка, который требует, ничего не понимает, и он слишком эмоциональный. И вот так плюс-минус будет выглядеть человек в год девять, если он идет по минусовой стороне. Если мы хотим как-то это скомпенсировать, то тогда есть такая возможность через служение людям. То есть в год девять, чтобы он прошел менее болезненно, чтобы он прошел более-менее мягко, каждому человеку, который к нам обращается за помощью, хорошо бы помочь. Каждому человеку, который приходит в нашу жизнь за советом, хорошо бы помочь. Каждому человеку, который даже, может быть, не просит о помощи, но мы видим, что ему трудно, и если мы как-то можем повлиять, то лучше это делать. Таким образом мы компенсируем свою какую-то негативную карму и таким взаимозачетом смягчаем вот эти трансформации, которые неизбежно будут происходить с каждым в год девять. Но помним всегда о том, что это все неспроста. Это же неспроста. Это все нужно для того, чтобы мы очень быстро пересобрались в какую-то более совершенную конструкцию, более эффективную конструкцию, более светлую, добрую, чистую конструкцию, которая в следующий год один должна войти уверенно и там уже решать все вопросики, потому что там уже ждут дары, там уже ждут ресурсы, там уже ждет огромное количество энергии, и там будет происходить все основное действие, ради чего, в общем-то, и затевается год девять. Субтитры создавал DimaTorzok